Здравствуйте, уважаемые любители шахмат и все нам сочувствующие. Меня зовут Илья Левитов и вы на канале Левитов Чес. Вчера 20 октября 2022 года шахматный мир вздрогнул. Ханс Ниман, молодой американский шахматист, подал иск в американский суд в восточном округе Миссури против Магнуса Карлсона, Плей Магнус, Ческома, Хикаро Накамура, Дэниэла Рэнча. И в этом иске он требует возмещения ущерба на 100 миллионов долларов. Ну казалось бы чушь полная, какие тут 100 миллионов долларов, о чем речь. На самом деле все не так просто. Предлагаю вам сегодня посмотреть и немного поговорить об этом иске. Я попробую осветить основные моменты и погрузить вас в американскую юридическую систему. Еще раз, все не так просто. Я думаю, что это достаточно серьезный иск. Давайте без лишних дальнейших предисловий посмотрим, что пишут юристы Нимана в этом документе. Итак, еще раз, иск подан в восточный округ Миссури Соединенных Штатов Америки, будь они неладны, против чемпиона мира Магнуса Карлсона, Плей Магнус. Это группа Магнуса Карлсона, который принадлежит, ну, частично, по крайней мере, Магнусу Карлсона, Ческому, исполнительному директору Дэниэл Рэнчу, Ака Дэни Рэнч и Хикару Накамура. Что произошло? Еще раз в тысячный раз уже Карлсон проиграл партию белыми на турнире в Сент-Луисе Ниману, после чего снялся с турнира. Сделал какое-то очень странное заявление. Ну и, в общем, возник крупнейший в истории шахмат скандал. Вот так описывает эту историю Ниман. Он приводит ущерб, который он понес от действий Карлсона и всех остальных ответчиков. Ческом заблокировал тут же, после снятия Карлсона с турнира в Сент-Луисе, заблокировал его аккаунт. Он лишился возможности играть в турнирах и зарабатывать деньги. Накамура уничтожает его репутацию на стримах. А Дэниэл Рэнч от имени Ческома публикует отчеты и пресс-релизы, несправедливо обвиняя Нимана в читерстве. Конкретный ущерб перечислен здесь. Вот я выделил это желтеньким. Еще раз, Ческом дисквалифицировал Нимана с турнира Ческом Глобал Чемпионшип в октябре, который сейчас проходит, который мы комментируем. Винсент Кеймер отказался играть матч с Ниманом в Германии. И Вейканзей, знаменитый турнир Tata Steel Chess Tournament, прекратил переговоры об участии Нимана в этом турнире. Но и самое главное, Ниман теперь не может передавать свои знания детям. Вот это, конечно, грустно и это беда. В иске Ниман приводит интересные подробности того, что происходило в Сент-Луисе. После поражения Карлсон обратился к Михаилу Ходорковскому. Это исполнительный директор Grand Chess Tour, который проводит турниры в Сент-Луисе, обвинил Нимана в читерстве и потребовал его дисквалификации. Поскольку никаких доказательств чемпион мира не предоставил, Ходорковский отказался подчиниться диктату Карлсона. Это цитата. После чего Карлсон снялся с турнира, опубликовал свой знаменитый твит, о котором мы уже неоднократно говорили. Пошел большой шухер в шахматном мире. Карлсона поддержал Накамуру, который неоднократно на своих стримах говорил, что у него ноль сомнений в том, что Ниман читерит. 26 сентября эта история получает новый виток развития после того, как Карлсон публикует свое заявление, в котором дословно говорит. Я убежден, что Ниман читерил больше и совсем недавно, чем он публично признал. Напомню, что Ханс в Сент-Луисе признал, что два раза читерил на Ческоме в возрасте 12 и 6 лет. Его прогресс за доской необычен. И во время нашей партии на Сингфилдкапе в Сент-Луисе у меня сложилось ощущение, что он не был напряжен или полностью сконцентрировал на игре, на партии в критических позициях. В процессе, обыгрывая меня, переигрывая меня черными в манере, в которой только некоторые игроки могут. И эта игра изменила мое представление. То есть Карлсон считает, что Ниман читер по нескольким причинам. Во-первых, поскольку он не напрягался в партии с ним и черными, его переиграл. А во-вторых, что его прогресс за доской в последние годы был необычен. Ниман здесь, кстати, в иске, вернее его юристы пишут, 10 сентября главный арбитр Сингфилдкап в Сент-Луисе Крис Бёрд выпустил заявление, в котором сказано, что у них нет никаких подозрений, что кто-либо на Сингфилдкап читерил. В тот же день Тони Рич, исполнительный директор шахматного клуба в Сент-Луисе, который организует Сингфилдкап, выступил с тем же самым заявлением, что у них нет никаких подозрений, что кто-то читерил во время турнира. И, что важно, Кенеф Риган, профессор университета в Баффало, который сотрудничает с Фиде по вопросам античитинга, очень уважаемый эксперт в этой области, публично подтвердил, что нет никакого статистического доказательства, что Ниман читерил как в партии с Карлсоном, так и в любых других турнирах, в которых он участвовал за последние два года. Дальше в своем иске Ниман описывает и приводит цитаты из отчета, 72-страничного отчета Ческома, где, несмотря на то, что... И это действительно написано в отчете, что Ческом, авторы отчета, не уверены в том, что Ниман читерил за доской, не уверены в этом и не имеют конкретных доказательств того, что он это делал, тем не менее, на более чем 10 страницах они описывают, как, собственно, Ниман читерил и почему они в этом уверены. Интересный приводит они здесь факт, что действительно достаточно убедительно. Себастьян Феллер, французский гроссмейстер, которого поймали на читерстве во время Олимпиады в 2010 году в Ханты-Мансийске, который был на три года дисквалифицирован, играет в том же турнире, что и Карлсон на Кубке Европейских Чемпионов и Карлсон совершенно спокойно к этому относится. Недавно Магнус играл с Пархамом Максудлу, который также был забанен на Лечеси за читерство, кстати, во время нашего турнира Левитов Крисмас Кап пару лет назад. И юристы Нимана пишут, что, видимо, Карлсон протестует только против тех, кто его обыгрывает, а не тех, кто, по его мнению, является читером. Итак, давайте попробуем разобраться, немного в юридической составляющей, что вменяется ответчикам. Итак, ответчикам вменяется слендер, это клевета, устная клевета, за которую Ниман требует возмещения в размере 100 миллионов долларов. Лайбл, это клевета письменная, то есть устная клевета, это условно то, что сделал Накамура на своих стримах, а письменная клевета, это, например, отчет Часкома или твиты Магнусу, да и, собственно, заявлением Магнуса, также он требует 100 миллионов долларов. И вот, собственно, откуда взялась эта сумма. Это очень важно. Вот этот Шерман Экт, который я здесь выделил желтым, это, по сути, первая и главная антимонопольная документ в юридической системе США. И, собственно, почему он и пытается, юристы Нимана, вернее, пытаются объединить Карлсона, Часком, Плеймагнус, Дэниел Ренча и Хикару Накамуру в единую группу, которая действовала по предварительному сговору, поскольку по именно вот этому акту Шермана, пункту номер один, заявитель вправе требовать сумму не более чем 100 миллионов долларов. Вот, собственно, она откуда и взялась. Она взялась из документа вот этого Шерман-акта. Ниман утверждает, что его карьера разрушена, что он больше не может зарабатывать на шахматах и требует возмещения ущерба. В общем, друзья, конечно, это все. Еще раз повторю, что я не считаю, что этот иск такой уж прямо безнадежный. Скажем так, конечно, он подан, скорее всего, для того, чтобы сделать из Нимана героя, чтобы о нем снял сериал какой-нибудь Netflix и Ниман и его товарищи заработают на этом кучу денег, славы и так далее. Я считаю, что этот иск имеет какие-то наверное перспективы и думаю, что Карлсон поторопился и совершил огромную ошибку. Он почти три недели молчал после поражения от Нимана в Сент-Луисе и лучше бы он, честно говоря, продолжал молчать, поскольку его заявление вышло без доказательств. И как он теперь будет в суде доказывать свою правоту, я не знаю, откуда он достанет, из какого места у Нимана он достанет наушник, по которому тот получает ходы или что-то еще. Это уже забота чемпиона мира, но я бы на его месте относился к этому иску очень серьезно. А то, что в группу ответчиков включен Ческом, это по сути монополист в шахматном мире. Сейчас они покупают Play Magnus, ведут уже последние дни переговоров и понятно, что Ческом просто становится монополистом на рынке онлайн шахмат, а монополистов в Америке, друзья, очень не любят. Так что будем с большим интересом следить за этим уже скандалом мирового масштаба. Спасибо, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok